Здравствуйте, дорогие ребята! Тема сегодняшнего урока – многогранники и призмы. Многогранником у нас называется тело, поверхность которого состоит из конечного числа плоских многоугольников, которые называются гранями. Мы с вами будем рассматривать призму – это многогранник, две грани, которые являются конгруентными многоугольниками, лежачими в параллельных плоскостях. А остальные грани – это параллелограммы. Название призмы дается по многоугольнику, которое расположено в основании нашей призмы. Треугольная призма, прямоугольный параллелепипед, пятиугольная призма, шестиугольная призма. Следующий вид многогранника – пирамида. Многогранник, одна грань которого – многоугольник, а остальные грани – это треугольники с общей вершиной. В данном случае название пирамиды тоже дается по многоугольнику, которая расположена в основании нашей пирамиды. Треугольная пирамида, четырехугольная пирамида, пятиугольная пирамида и шестиугольная пирамида. Мы с вами можем рассматривать два вида многогранников. Это выпуклые и вогнутые. Какие многогранники у нас называются выпуклыми? Это многогранники, которые находятся по одну сторону от плоскости, содержащей любую его грань. Поэтому, если вы посмотрите внимательно на первые два рисунка, то увидите, что эти многогранники у вас являются выпуклыми, а следующие два многогранника у нас уже являются вогнутыми. Если вы возьмете две произвольные точки и соедините их отрезком, в случае выпуклого многогранника этот отрезок окажется у вас внутри данного многогранника. Выпуклый многогранник, все грани которого являются конгруентными правильными многоугольниками, и в каждой вершине сходится одинаковое число ребер, у нас называются правильным. Очень часто их еще называют платоновыми телами. Их у нас пять штук. Тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосайдр. Посмотрите, пожалуйста, в случае тетраэдра у нас получается четыре грани, в случае куба у нас получается шесть грани, в случае октаэдра это восемь грани, додекаэдр это получается у нас двенадцать грани, а икосайдр это двадцать грани. В любом случае, если вы еще раз внимательно посмотрите, вы обратите внимание, что гранями этих правильных многогранников являются либо правильные треугольники, либо правильные четырехугольники, либо правильные пятиугольники. Давайте рассмотрим с вами задание номер один со страницы 159. Какая фигура является многогранником? Если вы внимательно посмотрите на данные четыре фигуры, то вы убедитесь в том, что в пункте А, в пункте Б и в пункте Г данные фигуры являются многогранниками. А вот в пункте В эта фигура не является многогранником, потому что у нее есть круглые плоскости, которые не являются многоугольниками. Задание номер два со страницы 159. Для каждого многогранника определите количество граней, ребер и вершин. Давайте в пункте В посмотрим. Смотрите, пожалуйста, у нас получается пять вершин. Это точки, в которых сходятся ребра многогранника. Восемь ребер – это отрезки, по которым у нас пересекаются наши грани, и у нас пять граней. В случае пункта Г, посмотрите, пожалуйста, внимательно, у нас получается десять вершин, пятнадцать ребер и семь граней. Давайте рассмотрим с вами еще раз призму. Призма – это пространственная фигура, которая состоит из двух параллельных многоугольников, расположенных в параллельных плоскостях, которые совпадают друг с другом при параллельном переносе, и всех отрезков прямых, соединяющих множество соответствующих многоугольниками точек. В данном случае многоугольники у нас являются основаниями, а боковые грани у нас являются параллелограммами. Мы с вами можем рассмотреть два вида призмы. Это прямая и наклонная. Призма, у которой боковое ребро перпендикулярно основанию, называется у нас прямой. Если у нас боковое ребро не перпендикулярно основанию, то данная призма у нас является наклонной. У прямой призмы боковые грани – это прямоугольники. Прямая призма, у которой в основании расположены правильные многоугольники, у нас называется правильной. Призма, в основании которой лежит параллелограмм, называется у нас параллелепипедом, а параллелепипед, в основании которого у нас лежит прямоугольник, называется прямоугольным параллелепипедом. Это призма, наиболее часто встречающаяся у нас при решении задач. Посмотрите, пожалуйста, расстояние между основаниями наших многогранников является у нас высотой. В случае, когда у нас призма прямая, то у нас боковое ребро равно высоте данной призмы. И у нас отрезок, который соединяет вершины двух не соседних граней, является диагональю нашей призмы. Давайте рассмотрим с вами задание номер 5 со страницы 162. На рисунке дана развертка правильной шестиугольной призмы, боковые грани которой обозначены буквами. Какая грань призмы параллельна грани F? Посмотрите, пожалуйста, внимательно, и мы с вами можем убедиться, что у нас грань C будет параллельна грани F, если вы попытаетесь развертку собрать и представить, как будет выглядеть данная призма. Следующее задание – это задание номер 6 со страницы 162. Измерения прямоугольного параллелепипеда равны 3, 4 и 12. Найдите диагональ основания АС и диагональ АС'. Для начала давайте мы рассмотрим с вами прямоугольный треугольник АВС. Посмотрите, пожалуйста, мы отсюда можем с вами по теореме Пифагора записать выражение, что АС равно корню квадратному из выражения 3 в квадрате плюс 4 в квадрате, это будет у нас 5. И далее мы можем рассмотреть с вами треугольник АСС', который тоже является прямоугольным. Отсюда мы можем с вами записать следующее выражение для диагонали АС'. Корень квадратный из выражения 5 в квадрате плюс 12 в квадрате. Это у нас будет равняться 13. На этом у нас на сегодня все. Для закрепления темы я рекомендую вам пререшать задание из вашего учебника со страниц 159, 161 и 162. До свидания, всего вам хорошего! Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на урок химии. Сегодня мы с вами продолжим изучать пятый раздел вашей книги, который называется «Природные источники углеводородов». И конкретно с вами мы сегодня будем изучать нефть. Из прошлого нашего урока вы знаете, что природные источники углеводородов можно разделить на четыре группы. Это природный газ, попутный газ, нефть, а также каменный уголь. На прошлом уроке мы с вами разобрали, что такое природный газ, что такое попутный газ, как их получают, как их используют и что из них производят. Сегодня мы с вами будем изучать третью группу природных углеводородов, которая называется нефть. Итак, давайте начнем с физических свойств нефти. Нефть – это и есть маслянистая жидкость. Нефть, она не является каким-то определенным веществом. Поэтому нефть не имеет определенные какие-то физические константы. То есть у нефти нет определенной температуры кипения или же застывания. Что касается растворимости водей, а также цвета, давайте посмотрим на слайд. Вы, наверное, привыкли видеть нефть черного цвета или же темно-коричневого цвета. Но на самом деле у нефти имеется очень много различных цветов. Нефть может быть как оранжевая, зеленая, черная, бурая, темно-коричневая, коричневая. Иногда даже встречается нефть, которая бывает прозрачной. В воде нефть не растворяется. Если вы попытаетесь смешать нефть с водой, то нефть поднимется на поверхность воды и образует тонкую пленку. Обычно эти тонкие пленки бывают мономолекулярного слоя. То есть пленка, состоящая почти из одной молекулы нефти. Такие самые пленки вы можете, кстати, увидеть и на поверхности нашего Каспийского моря. В некоторых местах, там, где происходит разлив нефти или же утечка нефти, вы на поверхности моря сможете увидеть пятна, которые блестят подсолнечным светом. Иногда эти пятна бывают коричневого цвета. Следующие физические свойства – это плотность нефти. Так как нефть – это есть смесь различных веществ, и в зависимости от того, где нефть добывают и с какой глубины ее добывают, естественно, соотношение этих различных веществ может изменяться. Поэтому в зависимости от состава нефти, естественно, плотность нефти тоже будет меняться. Но в основном она колеблется от 0,77 до 0,98 грамм на кубический сантиметр. Нефть, у которой плотность меньше, чем 0,85 грамм на кубический сантиметр, называется легкой нефтью. Если ее плотность находится в интервале 0,85-0,9 грамм на кубический сантиметр, тогда это средняя. Если же плотность у нефти больше, чем 0,9, тогда это тяжелая нефть. Когда изучали плотность нефтей, выяснили, что оказывается 80% мировых запасов нефти относится к тяжелым нефтям. И они в своем составе содержат очень тяжелые углеводороды, которые называются асфальтены. А теперь давайте с вами рассмотрим зависимость. Как же изменяется цвет нефти от глубины пластов, а также от соотношения различных веществ в этой нефти? Это самые черные или же коричневые нефти. Это нефть, которая добывается из верхних пластов. Обычно в такой нефти содержится в большом количестве тяжелых углеводородов, которые называются асфальтены, а также смолы. Если нефть имеет зеленоватый оттенок, ее называют зеленой нефтью. Она в основном добывается из средних пластов. В ее составе содержится в равном соотношении как легкие, так и тяжелые углеводороды. Если же нефть имеет оранжевый оттенок, то это означает, что ее добыли из нижних пластов. В такой самой нефти очень много легких углеводородов. Ребята, теперь давайте рассмотрим с вами химический состав нефти. Химический состав нефти разнообразен, и он зависит от того, где, откуда и как добывается нефть. Например, бакинская наша нефть, она очень богата циклическими соединениями или же циклоалканами. Грозненская нефть, она богата предельными углеводородами, а уральская нефть богата ароматическими углеводородами. Но все эти нефти имеют определенные классы органических соединений, которые бывают везде, во всех нефтях. Давайте рассмотрим. Итак, первый это алканы. В каждой нефти имеется в большом количестве предельных углеводородов, которые называются алканы. Вы знаете, алканы имеют общую формулу CnH2n2. Алканы в нефти находятся в концентрации около 20-30%. Но если в нефти содержатся также растворенные газы, природный газ, попутный газ, то тогда содержание алканов повышается, и оно достигает 50-70%. Если мы будем рассматривать алкены и алкины или же другие непредельные углеводороды, то они в нефтях почти не встречаются. Следующие представители это циклоалканы. Ребята, запомните, пожалуйста, что циклоалканы в нефтехимии называются нафтеновыми углеводородами. Они являются насыщенными углеводородами и имеют общую формулу CnH2n. Следующее соединение это арены. Вы знаете, что арены это ароматические углеводороды. Мы с вами изучали арены на прошлых уроках. Вы знаете, что первый простой представитель аренов это бензол, который имеет формулу C6H6. Но в нефтях помимо бензола также находятся и другие полициклические ароматические соединения. То есть это такие соединения, в которых имеется несколько колец, больше двух. Если мы посмотрим с вами содержание бензола в нефтях, то обычно она достигает 5-25%. Также в нефтях имеются различные другие соединения. Например, это гетероатомные соединения. Что такое гетероатомные соединения? Это углеводороды, в составе которых имеются также другие элементы, такие как сера, азот, кислород. Помимо этого в нефтях содержится также и тяжелые углеводороды. Тяжелые углеводороды принято называть савами или же смолисто-асфальтеновые вещества. К ним относятся асфальтены, к ним относятся смолы, карбены, карбоиды и так далее. Теперь давайте с вами рассмотрим происхождение нефти. Дело в том, что существует очень много теорий и гипотез, как же произошла, образовалась и нефть на Земле. И одними из такими основными гипотезами являются, первое, это гипотеза неорганического или же абиогенного происхождения нефти, или же карбидная теория. Основателем этой теории является Дмитрий Иванович Менделеев. Менделеев говорил, что из-за того, что в Земле имеется карбиды различных металлов, а особенно в большом количестве карбид, кальция, а также железа, то под воздействием высоких температур и высокого давления в толще Земли происходит взаимодействие этих самых карбидов с водой, в результате чего у нас образуются насыщенные и ненасыщенные соединения. Ненасыщенные соединения дальше подвергаются демеризации, полимеризации и образуются тяжелые углеводороды. Другие же ученые, которые также придерживаются неорганической гипотезой происхождения нефти, считают, что нефть произошла при взаимодействии монооксида углерода с водородом, в результате чего образовался у нас метан, а также вода. Следующая теория – это так называемая космическая теория, или же теория Соколова. Согласно этой теории, нефть образовалась тогда, когда образовывалась и сама Земля, наша планета. Тогда, когда происходило образование нашей планеты, вместе начали соединяться неорганические, а также органические вещества. Но так оказалось, что органические вещества оказались внутри нашей планеты, покрытые неорганическими веществами. И далее уже под воздействием высокой температуры ядра нашей планеты, а также высокого давления пластов происходило взаимодействие этих веществ друг с другом, и таким образом образовалась нефть. Следующая теория – это так называемая органическая, или же биогенная теория происхождения нефти. Эта теория гласит, что нефть образовалась из останков различных животных, а также растений. Давайте сейчас посмотрим видео и попытаемся понять, как же это произошло согласно гипотезе органического происхождения нефти. Согласно органической теории образования нефти, нефть образовалась 600-50 миллионов лет назад до нашей эры. Вы знаете, что тогда большая часть нашей планеты была покрыта водой. В воде жили различные организмы, которые назывались фитопланктон и зоопланктон. Эти самые организмы, когда умирали вместе с рыбами, вместе с другими большими организмами, они попадали на дно моря, в результате чего происходило разложение этих организмов. Далее эти самые вещества, которые образовывались в результате разложения этих организмов, они покрывались илом, песком, а также глиной. И таким образом они проникали вглубь земли. Так как на той глубине, где они находились, не имелся кислород, а также было высокое давление и высокая температура, то эти вещества взаимодействовали друг с другом, начали образовывать молекулы нефти. Эти самые маленькие молекулы объединялись в капельки, капельки в большие капли, и таким образом получалась нефть. Нефть, будучи легче воды и под воздействием высокого давления, начала стремиться вверх, пытаясь выйти из этих самых пластов земли. Ребята, иногда бывало так, что нефть, когда доходила до определенного пласта, она не могла пройти через этот самый пласт. Обычно таким пластом является глина. И вот дойдя до этого самого пласта, она как бы скапливалась под ним, образуя купол, под которым находится нефть. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Тут вы видите именно этот самый купол. Вы видите, что тут имеется два пласта, которые состоят из глины. Нефть не может просочиться через этот самый пласт глины, поэтому она остается запертой в этом пласте. Поэтому геологи, нефтяники, физики, химики, они изучают различные месторождения нефти. И если они видят, что в данной территории находится нефть, они начинают бурить скважин. Через некоторое время выкачивают оттуда нефть и уже изучают ее, смотрят ее физические свойства, химические свойства, состав и так далее. Иногда бывает так, что когда нефть просачивается в верхние слои земли, она смешивается с песком. То есть, когда на пути у нефти нет различных преград, тогда она может дойти до самых верхних слоев земли. В результате там она смешивается с песком и выделяется на ее поверхности, образуя такие нефтяные озера. А теперь, ребята, пожалуйста, запишите домашнее задание. Это страница 186, тема 5.2. А я с вами прощаюсь. До свидания. Добрый день, дорогие ребята. Сегодня у нас с вами немножко необычный урок. Мы будем решать задачи. Наша тема сегодня – определение гидрогеологических особенностей рек. Мы поговорим с вами о том, как определять густоту речной сети. Что такое падение реки, уклон, расход и сток реки. Ну, давайте перейдем к первому типу задачи. Ребята, у вас дана формула, по которой мы определяем густоту речной сети. Густота речной сети означает отношение длин всех рек на данной территории к площади данного государства, материка или какого-то региона. Определяется по формуле. Мы складываем длины всех рек и делим на площадь территории. Вот у нас простая задача. Определите густоту речной сети, если сумма длин главной реки и притоков составляет 1400 километров, а площадь бассейна – 800 километров в квадрате. Ребята, решаем задачу. Подставляем формулу, данные нам значения. 1400 километров мы делим на 800 квадратных километров и получаем 1,75 километра на километр квадратный. Ребята, когда вы решаете эти задачи, обращайте внимание обязательно на пояснительные значения. Ребята, это вам прекрасная подсказка к тому, как решать задачи. Переходим к следующей задаче. Задача на эту же тему, но немножко другой вариант. У нас надо вычислить общую длину рек, если площадь бассейна составляет 750 квадратных километров, а густота речной сети – полтора километра на квадратный километр. Ребята, подставляем значения в нашу формулу. 1,5 километра на километр квадратный равняется… У нас нет длины рек, мы обозначаем это иксом, и делим на 750 километров в квадрате. Естественно, полтора мы переумножаем с 750, и у нас получается 1125 километров. Я думаю, что задачи на густоту речной сети не должны вызвать у вас никаких проблем. Ребята, решим следующую задачу. У нас формула. Уклон реки – это отношение падения реки к ее длине. Что значит падение реки? Ребятки, падение – это разность высот между истоком реки и устьем реки. Я напишу эту формулу. Гаш – это у нас с вами падение, измеряется в метрах. Гаш – истока минус гаш – устья. Исток реки, на какой бы высоте он ни находился, мы берем его. А дальше мы смотрим базис эрозии реки, то есть куда река впадает. Если река впадает у нас в Мировой океан, то Гаш – устья будет ноль. Если же у нас с вами, например, река впадает в Каспийское море, то у нас получается уровень Каспийского моря минус 27 метров ниже уровня Мирового океана. Вот как раз в этой задаче мы это применим. Ребята, высота истока реки составляет 2640 метров, а высота устья – минус 27. Как мы с вами будем действовать? 2640 метров минус 27. Минус на минус дает нам плюс. И у нас получается 2667 метров. Это падение реки Кура. Если нам надо вычислить уклон, то мы будем действовать по формуле, которая написана выше. Ребята, давайте мы вычислим уклон Куры тоже. Падение мы знаем. Длина Куры – 1515 километров. Что мы делаем с вами? М равняется 2667 разделить на 1515. Здесь метры, а длина реки в километрах. Эти вычисления я предлагаю провести вам самим. А теперь переходим к следующим задачам. Так, ребята, река с высотой истока 3500 метров впадает в главную реку на высоте 740 метров. Определите уклон реки, если ее длина составляет 2400 километров. Определяем падение. 3500 метров. Мы отнимаем 740 метров. У нас получается 2760 метров. А затем мы определяем уклон. 2760 метров мы делим на 2400 километров. У нас получается 1,1,5 метра на километр. Ребята, зная уклон реки, мы можем определить, это река равнинная или горная. Если уклон у нас составляет более 1 метра на километр, ребята, это река горная. То есть она будет бурная со стремительным течением. Если уклон менее 1 метра на километр, то это река равнинная со спокойным медленным течением. Ребята, здесь у нас следующая задача. Она комбинированная. Посмотрите, что у нас есть. Между точками А и В разность атмосферного давления 60 миллиметров. Вы помните, что у нас давление с высотой меняется. И по разнице в давлении мы можем определить высоту. Если у нас 60 миллиметров тутного столба, то разница в высоте у нас будет 600 метров. Я напомню вам, как мы это делаем. Мы пишем пропорцию. 1 миллиметр соответствует 10 метрам. 60 миллиметров. Это будет у нас 600 метров. То есть падение реки у нас составляет 600 метров. Длину реки мы должны определить по ее масштабу. Переводим. 1 сантиметр соответствует 150 километрам. 4 сантиметра х. Х в данном случае у нас будет равняться 600 километрам. Дальше мы определяем уклон. М равняется 600 метров падения. Мы делим на 600 километров. У нас получается 1 метр на каждый километр. Ребята, задача очень интересная. Вы привыкайте, пожалуйста, потому что могут быть задачи на разнице температур и на разнице давления. По разнице температуры и давлений вы определяете падение реки, ну, а уже длину по масштабу. Переходим к следующей задаче. Вот как раз такая задача, о которой я говорила. Здесь все хорошо расписано, ребята. И вы сами, проанализировав и проследив за действиями, можете дальше хорошо решать остальные задачи. В данном случае у нас с вами дана схема, по которой мы можем такую задачу решить. Обратите внимание, у нас с вами точки А и В. В точке А температура минус 3 градуса, в точке В плюс 10,2 градуса. Для того, чтобы определить падение реки, мы должны первым долгом определить разницу в температурах. Плюс 10,2 градуса Цельсия минус минус 3 градуса дает нам в сумме 13,2 градуса. Решив задачу на определение высоты, мы делаем следующее. 1 километр 6 градусов Цельсия, х километров 13,2 градуса Цельсия. Х у нас получается 2,2 километра или же 2200 метров. Дальше у нас есть длина реки, и мы спокойно можем определить уклон реки. 2200 метров мы делим на 1200 километров. И проведя небольшие вычисления, мы получаем цифру 1,8 метра на километр. Ребята, я думаю, что и подобные задачи у вас в дальнейшем не вызовут никаких проблем. Ребята, еще один тип задач, которые вы должны знать и уметь решать. Ребята, это расход воды. Что такое расход воды? Это количество воды, проходящее через поперечное сечение русла в единицу времени. Вот это поперечное сечение русла. Иногда его называют живое сечение реки, чтобы вы не путали и не думали, что это другое что-то. Поперечное сечение у нас измеряется в квадратных метрах. А скорость, естественно, в метрах в секунду. Вот наша формула. Благодаря этой формуле мы очень легко можем решить следующую задачу. Площадь поперечного сечения русла составляет 18 квадратных метров, а скорость течения 6 метров в секунду. Вычислить расход воды. Мы начинаем наши простые вычисления. Q равняется 18 метров квадратных на 6 метров в секунду. Это дает нам 108 метров кубических в секунду. Ребята, ну вы понимаете, дело в том, что расход воды – это не такая цифра, которую мы себе можем представить. Нас больше интересует годовой сток. Что такое годовой сток? Это сколько воды река выносит в море, океан или в другую реку в течение года. Для того, чтобы определить годовой сток, ребята, нам надо расход воды умножить на число секунд в году. Эта цифра вам дается. Посмотрите, пожалуйста. Число секунд в году составляет 31,5 умноженное на 10 в шестой степени. Нам дан расход воды в реке Кура. Нам надо определить годовой расход воды. 580 кубических метров в секунду мы с вами умножаем на 31,5 на 10 в шестой степени. У нас получается 18 270 умноженное на 10 в шестой степени кубических метров. Ребята, обычно эти задачи требуют, чтобы мы дали годовой сток в кубических километрах. Когда мы переводим кубические метры в кубические километры, мы должны убрать 9 нулей. Первым долгом мы убираем 10 в шестой степени, а затем ставим запятую после 18. У нас получилось, что годовой сток в Куре составляет 18,27 кубических километров воды. Ребята, я думаю, что вам были понятны эти задачи. Если вы сами еще раз их пересчитаете, то в дальнейшем у вас не будет проблем с определением гидрогеологических особенностей рек. Ваше домашнее задание, параграф 29. Всего доброго. До свидания, ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова